Дни и ночи напролет они проводили в гаражах. 16 участников, мастеров своего дела, приняли участие в соревнованиях по автомобильным гонкам на льду. Машины приходилось буквально собирать заново, повышать характеристики двигателя, наращивать шипы, укреплять кузов. Спортсмены показали высший класс на ледяной трассе длиной 1200 метров с многочисленными поворотами. Стоит отметить, что организация движения в этом году была не совсем обычная. Феноменальная особенность этой трассы заключается в том, что гонщики едут по часовой стрелке. Как правило, все ледовые гонки проводятся против часовой. Поэтому сегодня спортсменам будет более сложно. Сегодня 100% лед, нет снега, нет шуги, мы вымели все. То есть идеальный держак, как говорят спортсмены, на льду. То есть, ну я думаю, что сегодня будет максимально возможное показанное время и скорость в рамках, я бы не побоюсь, этого слова «Россия» почему. Сергей Карев проходил здесь срочную службу. В Мурманске не было уже 23 года. Говорит, что город сильно изменился, но старые места он узнает. Соперников оценивает по достоинству. У мурманчан есть большие преимущества, ведь наши погодные условия как раз характерны для гонок на льду. Снимнейшие гонщики России собрались, именно регионы здесь. Ну будет интересно побороться с ними, попытать. Счастье. Александр Антонов, тренер из Санкт-Петербурга, привез на соревнования три команды. Искренне радуется, что чемпионат проходит именно в Мурманске. Для него наш город – источник позитива и хорошего настроения. Очень нравится здесь. Погода великолепная, люди открыты, великолепные. У нас такие когда-то были тоже, сейчас и в Мурманске. Состязание проходило в двух классах, которые соответствовали объему двигателя машины – 1400 и 1600 кубических сантиметров. Победили в гонке мурманчане Виктор Кузнецов и Антон Тихонов. Как говорится, в родном доме и стены помогают. Мария Агапова, Александр Малахов, Вести Мурман. Мария Агапова, Вести Мурман. Мария Агапова, Вести Мурман. Мария Агапова, Вести Мурман. Мария Агапова, Вести Мурман. Продолжение следует...